итак друзья потихоньку продолжаю доделывать мелочевку ну во первых подкрасил я габариты сзади вида со стороны тоже красненькие и на спереди тоже зеленым цветом так и на башне тоже сзади вот баритный огонь точнее ходовой огонь видно надеюсь вот что вот это вот вторая штука честно говоря не знаю нужно ли тут что-то красить и если красить то каким цветом честно говоря вот не скажу поэтому оставил пока как есть вот и начал заниматься катками вот одну сторону я уже сделал катков смотрите как смотрится у нас сейчас катки заиграла наша ходовая вот и теперь давайте сделаем покажу просто как я натираю катки в принципе ничего особо сложного здесь естественно нету все достаточно просто парочку покажу а дальше уже опять сделал самостоятельно так с ними вот это мы пока вставляем ну для того чтобы изобразить вот этот тот натертый металл я использую вот такой вот пигмент миговской гамметалл называется 231 вот и в качестве инструментов просто пальцем но для начала значит мы берем каток и нужно убедиться что на нем нету грязи которая у нас смогла попасть когда мы тут все это дело мазюкали вот все вроде у нас гладенько чистенько ну дальше мы просто пускаем палец наш пигмент так и потихоньку начинаем натирать это дело причем он смотри друзья я держу видите здесь вот опять же берусь только за ту поверхность которую мы натираем то есть не вот так вот каток держу не вот так вот за боковины а именно вот за ту поверхность которую мы натираем и вот так вот между скажем так двумя пальцами натирая если держать просто так излишки сдуем вот просто если держать ну вот этими пальцами с этой стороны то в любом случае как бы вы не ну то не уже руки испачкались то есть если так держать и натирать вот так любом случае вас пигмент будут попадать на вот эту часть и получится что у вас грязь будет блестеть как металл то есть принципе можно было бы конечно наверное сначала натереть траки а потом уже их пачкать но опять же получится как бы с точностью до наоборот то есть да мы натрем потом начнем пачкать и обязательно это блеск наш испортим ну как не испортим а попадем то есть либо нужно очень аккуратно но не знаю как так можно умудриться то есть пигмент любом случае попадет ее нужно будет либо повторно опять же проходить либо оставлять так вот ну и так вот все катки проходим пигмент вот этот мне нравится очень хорошо натирается и дает такой очень реалистичный мне кажется эффект достаточно принципе быстро тоже ну вот как-то так вот продолжаем друзья и так настало время тонировки гусениц для этого мы используем опять же тот же набор пигментов которые применяли ходе тонировки ходовой части значит вот уже три гусеницы я затонировал можете увидеть разницу между затонированные не затонированные гусеницы также прошелся металликом вот по сделал дорожку откатков вот хотя может быть и в этом плане я поторопился может быть наверно сначала нужно было наверно закрепить пигмент а потом уже натирать дорожку ну в общем посмотрим я хочу пройтись после еще лаком по гусеницам тем же фиксатива вот чтобы пигменты наши зафиксировались я думаю что вот этот блеск по идее не должен пропасть но если что натрем еще раз так давайте сделаем еще одну гусеницу ну тут все как обычно берем пигменты стараемся разными цветами чтобы не было однообразно все это дело по гусеницу по нашей растереть так ну вот основной минус лице ты теперь еще немножко такого цвет пыли наши сверху тоже в разных местах таскать проходимся так ну вот в итоге что у нас получается так теперь переворачиваем и проходимся вот вот этим здесь я просто вот остатками прям листа беру и похожусь по вот этой вот кромке так теперь вот немножко убираю зубцов с гребни лишнее что у нас было вот и теперь давайте натрем дорожку для этого я воспользуюсь ватной палочкой и пигментом нашим гамметал берем на ватную палочку и так вот начинаем натирать так ну вот готово надеюсь заметен блеск который у нас получился попробую поближе вот так все это у нас теперь блестит с обратной стороны так то есть выглядит так лишнее немножко стряхи все друзья в принципе сейчас я пройдусь лаком по гусеницам и наверное уже буду их одевать и и уже после того как мы оденем их по месту посмотрим может быть где-то там добавим немножко пыли или еще что то в общем посмотрим еще нам нужно будет натереть после этого натереть вот гусеницу сухой кистью металлом чтобы у нас грунтозацеп вести вот может быть еще даже немножко нужно будет пройтись по гребнем тоже вот посмотрим все друзья на этом я опять прервусь и уже потом покажу что у нас получилось в итоге ну что ж друзья принципе вот и наступил тот момент когда можно сказать что стройка наша подошла финалу все я собрал в единое целое гусеницы так то у нас выглядит пулемет освободил все снял маски на фарах на этом прожекторе вот и последнее что нам осталось сделать что я хочу сделать это нанести небольшие подтеки масла вот вокруг заливных горловин утопленных баках и вот здесь на кормовой плите вот для этого буду пользоваться вот таким вот средством от миг имитация подтеков грязи и масла так ну давайте попробуем что и и и и и и ну наверно как-то там я на этом я наверно остановлюсь сейчас и в принципе на этом все можно друзья подводить наверно итоги и так друзья наша модель готова и давайте подведем небольшие итоги но начну как всегда самой модели что можно сказать на сегодняшний день у нас как минимум еще два производителя выпускает данную модель танка это панда и мусин хобби по моему правильно по моему как так называется честно говоря по поводу их сказать ничего не могу насколько они правильно неправильные но вот модель от таком мне в принципе понравилось правда сначала когда я начал над ней работать пластик мне показался слишком мягкий и не совсем удобный но потом немножко привыкнув к нему в принципе меня все устроило достаточно неплохо обрабатывался и в общем то позволял многие вещи делать достаточно легко вот и единственное что с мягким пластиком нужно конечно быть немножко поаккуратнее потому что если у вас соскочит нож или еще что-то тут же как бы образуются достаточно такие глубокие царапины которые потом ну придется как-то устранять поклевать и так далее вот по поводу матчасти данной модели вряд ли что могу сказать поскольку этим вопросом не особо интересуюсь но вот по тем фотографиям которые представлены в интернете из музея в кубинке в принципе модель выглядит во всяком случае очень похожи вот каких-то особых проблем в сборке модель принципе не представляла все достаточно легко собиралась и стыковалась тоже неплохо единственное где потребовалась шпаклевка это в районе маски пушки где стыковались две половинки башни там были такие щели приличные там пришлось конечно использовать шпаклевку ну и внизу где нас вот эти вот конструкция которая крепит наши гусеницы корпусу там тоже оставался шовчик небольшой вопрос нужно было заделать шпаклевка потому что вот по фотографиям которые я видел там никаких щелей нет там все заварено можно так сказать вот но что касается непосредственно результата того что получилось но тут мне трудно сказать конечно вам виднее со стороны но в принципе я сам результатом удовлетворен мне в принципе нравится то что у меня получилось здесь я попробовал опять несколько разных вещей которых до этого не пробовал опять же тоже масло например велдерская должен признать что масло мне это очень понравилось тем что она очень быстро сохнет с ним принципе приятно работать каких-то проблем с нему пока не знаю пока у меня не было вот ну единственное что конечно запарился я немножко с гусеницами но в курсе да пришлось делать гусеницы рабочими вот но как бы тоже в принципе было в принципе может было бы не обязательно делать но мне просто так было удобнее вот именно по дальнейшем по краске там нанесение эффектов удобно чтобы гусеницы были отдельно по другому тут было не за проблематично мне кажется сделать ну и еще тот же плюс тому пластику принципе пластик из-за того что он такой мягкий достаточно удобно им в принципе получилось достаточно неплохо сделать гусеницы рабочими вот поэтому в принципе я доволен да там сначала было немножко трудновато но потом уже как говорится руку набил и дальше дело пошло стоило ли так делать не стоило тут каждый наверно решает сам не от было так удобно ну а дальше в принципе все пошло как обычно вот но фото травления используемая от воеджер в принципе конечно добавила смотрительности мне кажется достаточно неплохое вроде бы особо ничего так вот и смотреть со стороны особых деталей на танке немного но было очень много травленки на мелкие всякие там замочков скобок и мешочков там и так далее что в принципе конечно немножко мне кажется оживил модель вот ну в остальном в принципе все увидите сами дальше наверное я сделаю еще ряд фотографий как обычно и уже в конце постараюсь отснять как говорится в разные детали с разных ракурсов и уже тоже в конце запущу ну как обычно фото слайд вот друзья такой результат на этом стройка объекта 279 заканчивается всем спасибо за просмотры за комментарии за лайки но из дизлайки тоже вот еще раз всем спасибо и до новых встреч всем пока субтитры подогнал «Симон» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА